Всем привет! Сегодня у нас 20 марта и вчера произошла занятная история, которая распространилась и на этот, на сегодняшний и на завтрашний день в том числе. Три крупных инстаграм-блогера, это Гусейн Гасанов, Дава и Литвин, разыгрывают свои автомобили. Один разыгрывает Бентли, второй С-класс, третий Гелендваген. Суть розыгрыша простая, она вообще никак не интересна. Вопрос в том, что они разыгрывают. Вот тут, так как мы люди, которые занимаются помощью в покупке автомобилей с пробегом, не могли обойти эту ситуацию стороной и, увидев на их сторисах номера автомобилей, пробили их, воспользовавшись абсолютно доступной для любого человека базой, потратив на это 100 рублей, как бы говоря. Начнем, наверное, с Гелендвагена, потому что по нему ситуация наименее интересная, так сказать, и он наименее подозрительный. Вопрос заключается в том, что сама машина 2012 года, трехлитровый дизель. Ориентировочная стоимость такого автомобиля на вторичке, ну, до трех миллионов рублей, примерно там, в зависимости от состояния. То есть, если мы сейчас возьмем, откроем автору, там у нас будет висеть, по-моему, одна машина в точных параметрах и будет стоить, на-моему, трешник. Суть не в этом. Суть в том, что по этому автомобилю числится, во-первых, многочисленный перевес номеров, скорее всего, там дубликат ПТС, уже что уменьшает его стоимость, плюс три официально зарегистрированные ДТП. По правой части перед, зад, по левой части вся сторона. Насколько серьезные были эти ДТП, узнать получится только, если нам, уважаемый человек, который выиграет этот автомобиль, либо сам Гусейн предоставит на осмотр. Возможно, ничего серьезного не было, потому что бывают разные ситуации, люди каско отбивают, люди просто регистрируют какие-то мелкие ДТП, потому что не смогли договориться на месте. Но сам факт уже наличия трех ДТП нас был предостерег от вообще какого-то дальнейшего рассмотрения данного автомобиля в рамках оказываемой нам услуги. Вторая, по степени важной ситуации, происходит с автомобилем Ледвина, Neobentle Continental GT, 2004 года выпуска, с 6-литровым мотором. Вопрос даже не в году выпуска и не в моторе, хотя что то, что другое, это плохо. Вопрос заключается в том, что у машины скручен официально пробег. Вот здесь вот у вас будет запись экрана из вас, которыми я сейчас апеллирую, но скручен он прилично. По-моему, там зафиксирована скрутка в 30 тысяч пробегов, в 30 тысяч километров, и причем уже не в свежем году. Ну, плюс она была на сочинском учете, никаких претензий к Сочи, просто оттуда не всегда автомобили бывают в хорошем состоянии. Какие проблемы другие с этой Bentley? Это абсолютно полнейший 100%-ный мини-кредит, который стоит 1,5 миллиона рублей по цене креты в максималке, который в принципе не продается, потому что он никому не нужен, ввиду дороговизны его обслуживания, плюс ремонтопригодности этого автомобиля. То есть это, условно говоря, такая приобретенная недвижимость. Я, конечно, понимаю, что дареному коню в зубы не смотрят, но сам факт. Мы как бы с вами рассматриваем автомобили. И третий автомобиль, самый интересный, это автомобиль DAWY, Mercedes C-класса 2014 года. Его ориентировочная стоимость примерно такая же, как у Bentley, может быть, чуть дороже, там, миллион шестьсот, миллион семьсот. А вопрос заключается в другом. На автомобиле висит действующий залог по Юникредитбанка до 2020 года. То есть как этот автомобиль вообще физически может разыгрываться, я не понимаю, потому что у него, помимо всего прочего, висит еще запрет на регистрационные действия. Запрет на регистрационные действия связан с многочисленными санкциями со стороны судебных приставов к господину Манукяну на различные суммы, в том числе, там, порядка шестиста тысяч рублей. То есть что это означает? Запрет на регистрационные действия исключает факт возможной продажи этого автомобиля. А факт возможной продажи этого автомобиля, это как раз-таки, допустим, переоформление его на победителя. Вопрос. Как данный автомобиль будет официально передан участнику, который выиграл в данном конкурсе? Мы его подвесим где-нибудь здесь. И второй момент. Машина с 2015 года находится в кредите. И кредит у нее до 2020 года. То есть, опять же, это залог. Такой автомобиль продать нельзя. То даже невозможно его подарить. То есть, даже дарственную на него не оформить. Вопрос, опять же, который у нас вот здесь вот висит. Ему добавляем еще второй факт. Как данный автомобиль будет переоформляться? Ситуация с этим автомобилем заставляет, скажем так, прибегать к таким предположениям, что розыгрыш может быть фейковый. Хочу, кстати, сразу оговориться, что если господин Манукян погасил все свои долги перед банком, перед судебными приставами вчера, они сегодня еще будут висеть в базе. И, как бы, вполне вероятно, что их, в принципе, физически нет. Но, как вариант, это странно. И в дальнейшем, как бы, может повлиять на, я думаю, честность розыгрыша. Если резюмировать, то Гелендваген самый дорогой из всех разыгрываемых автомобилей и самый наименее, скажем так, потрепанный с точки зрения той информации, которую мы достали. Мы специально не проводили какие-то дополнительные подробные анализы, а воспользовались именно той общедоступной открытой базой, которая есть у каждого рядового потребителя, который там сможет покупать машину на автору. У Гелендвагена вопрос только по ДТП и многочисленный перевес номеров. Бентли, полнейший неликвид, с таким же неликвидным мотором, с неремонтным приводным обслуживанием, с себестоимостью автомобиля остаточной, там, миллион пятьсот, миллион шестьсот, он 2004 года и со скрученным пробегом. И С-класс, который висит в залогах. Вопрос, а что разыгрывается-то? То есть, ну, как бы, надо тогда писать не тачку для подписчика, а хэштег «Тотал» для подписчика. Как бы, а так, с точки зрения розыгрыша, схема классная, потому что господин Гусейн Гасанов набрал там порядка трех миллионов, может, двух, не помню, подписчиков, и за это, условно говоря, он заплатил плату в размере, там, двух с половиной миллионов рублей за свой Гелендваген. Как бы, в пересчете на цену подписчика получается меньше рубля, что, в принципе, для Инстаграма, ну, наверное, дешево. Поэтому мы обязательно дождемся итогов розыгрыша. Очень интересно, кто выиграет данный автомобиль. И если победитель или, может быть, организатор этого розыгрыша смотрит данное видео, мы были бы крайне рады автомобиль Гусейна Гасанова увидеть на диагностике, мы его проверим, и, возможно, подтвердим, что автомобиль, ну, как бы, в нормальном кузовном состоянии, техническом, у него никаких проблем нет. Данную проверку мы проведем для победителя и для организатора абсолютно бесплатно. То же самое предлагаю сделать со всеми другими автомобилями, с Bentley и с C-классом. Поэтому все наши контакты будут в описании к этому ролику. Спасибо за просмотр и будьте бдительны. Спасибо. 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 Спасибо.